Здравствуйте! Меня зовут Ли Гюон. Я являюсь врачом отделения хирургии щитовидной железы при больнице Сеульского национального университета. Сегодня я расскажу о роботизированной операции БАБА на щитовидной железе. На сегодняшний день важно не только лечение, но и хороший уход за пациентом. Этот снимок предоставлен хирургам больницы Сеульского национального университета, специализирующегося на лечении печени. Раньше при полостных операциях на печени делали большие разрезы, а в настоящее время операции на печени проводятся лапароскопическим методом и по возможности делают небольшие разрезы. Точно так же после операции на щитовидной железе могут быть небольшие рубцы на шее, как показано на рисунке, но может быть и немного более выраженные рубцы или патологическое уплотнение. Поэтому при необходимости проведения операции на щитовидной железе, как мужчин, так и женщин больше беспокоит послеоперационный рубец, нежели сама операция. Сегодня я готов представить вашему вниманию метод операции, известный под названием «Онкопластическая операция щитовидной железы», которую проводят в больнице Сеульского национального университета. Данная операция позволяет сохранить область шеи без рубцов. Существует несколько видов «Онкопластической хирургии щитовидной железы». В частности, в больнице Сеульского национального университета используется доступ из области груди. Этот метод называется БАБА – двусторонний оксилогрудной доступ, при котором задействованы обе подмышечные впадины и область обеих ореол. В этом случае используются четыре порта и углекислый газ под низким давлением. Преимущество данного метода заключается в том, что доступ происходит через среднюю линию, как и при стандартно открытой операции, что является комфортным для хирурга. Впервые в мире эндоскопическая операция БАБА была проведена в 2004 году в больнице Сеульского национального университета. В 2007 году об этом было опубликовано во всемирном журнале хирургии. Кроме того, в 2008 году была представлена роботизированная система Дайвинчи, и метод БАБА был применен к ней. Роботизированная система Дайвинчи имеет ряд преимуществ. Этот слайд предоставлен врачом Ко Юну. Во-первых, самым большим преимуществом является возможность увеличения изображения. Во-вторых, в отличие от лапароскопического эндоскопа, робот исключает дрожание и фиксируется в определенном положении и предоставляет четкое изображение. Кроме того, робот представляет возможность четко видеть анатомическое строение обоими глазами, а не одним. Таким образом, основываясь на подобном опыте, полученном в больнице Сеульского национального университета, в 2013 году я опубликовал книгу издательства Спингер, которая включает в себя все открытые эндоскопические роботизированные операции щитовидной железы. Недавно вместе с компанией Интуитив было создано руководство. Вкратце об этом руководстве. Так же, как и при стандартной операции на щитовидную железу, пациент лежит на спине в неподвижном состоянии, с незначительно вытянутой шеей. После этого происходит стыковка элементов робот-системы, как показано на рисунке. Используются различные инструменты, особенно троакары и гармонические скальпели. Помещаем камеру между троакарами. На этой фотографии представлен процесс операции. Теперь, для того, чтобы начать операцию, нужно начать со средней линии. Все то же самое, как при стандартной открытой операции. Производится надрез с перешейкой. Итак, это вид справа, и это вид слева. Как вы можете видеть, возвратный гортанный нерв и парочитовидная железа находятся без каких-либо изменений. Подключение мониторинга нервов к этому крючку во время операции является преимуществом с целью минимизации повреждения нервов. Ближе к окончанию операции верхняя щитовидная артерия перевязывается. Кроме того, в больнице Сеульского национального университета при раке щитовидной железы используется метод эпсилатерального рассечения центрального отдела. Данный метод может быть применен и в этом случае. Я поясню этот момент во время просмотра видео. Как было упомянуто ранее, операция начинается так же, как и стандартная открытая операция, при которой производится разрез по средней линии. Используются оба зажима, а так же гармонический скальпель или крючки. Сначала проверяется трахея, затем путем тщательной резекции середины перешейка начинается операция. Я продемонстрирую операцию на правой стороне щитовидной железы. Таким образом, с помощью гармонического скальпеля можно удалить щитовидную железу, предотвратив кровотечение. Можно использовать углекислый газ для расширения пространства. И с помощью функции переключения движения можно провести медиальную ретракцию щитовидной железы для лучшего обзора. Как вы можете видеть, здесь отчетливо виден возвратный гортанный нерв. Как я уже упоминал, этот снимок предоставлен в формате 2D. В свою очередь, формат 3D позволит рассмотреть анатомическое строение, более детально и одновременно производить операцию. Мы видим, что верхняя парасчетовидная железа сохранена. Также можно удостовериться в том, что нерв не затронут, после чего производится безопасная диссекция связки Берри. На этом снимке показано рассечение верхней парасчетовидной железы путем двойной проверки. При необходимости для облегчения операции можно использовать марлевый тампон. Наконец, операция завершается обработкой верхнего полюса. Перейдем к видео. Это Кристина Фернандес, бывший президент Аргентины. После операции на щитовидной железе она отметила, что послеоперационный рубец выглядит некрасиво. Таким образом, роботизированная операция на щитовидной железе позволяет предотвратить подобные проблемы. Также, вместе с врачами психиатрического отделения мы провели анализ и сравнили случаи роботизированных и стандартных открытых операций. К нашему удивлению, с точки зрения функционального дискомфорта разницы между двумя методами не наблюдалось. Однако, с точки зрения психологического состояния, удовлетворенность роботизированной операции была значительно выше. Кроме того, у многих пациентов наблюдаются послеоперационные осложнения. И, скорее всего, вам будет интересно, в чем разница осложнений между двумя методами. Наиболее частым послеоперационным осложнением является приходящая гипокальцемия, рецидивирующий или постоянный паралич. Подобные осложнения возникают в равной степени как после роботизированной, так и после стандартной открытой операции. Может возникнуть вопрос по поводу того, что при роботизированной операции щитовидной железы удаляются раковые клетки не полностью, нежели стандартная открытая операция. С целью проверить данное мнение я изучил уровень тиреоглобулина. Итак, в данном случае важен уровень тиреоглобулина, а точнее стимулированная тиреоглобулина. Мы сравнили процентный показатель пациентов, уровень тиреоглобулина которых составлял ниже одного. Касательно данного вопроса существует множество литературы. Согласно зарубежной статистике, количество пациентов с уровнем тиреоглобулина ниже одного составляет менее 50%. Мы провели сопоставление баллов, чтобы устранить ошибки отбора, поскольку они не являются пациентами рандомизированного контролируемого испытания. Я сопоставил 8 различных факторов с половой принадлежностью и возрастом. В результате чего было проведено сравнительно исследование 108 пациентов, прошедших роботизированную операцию. Им была проведена стандартная открытая операция, после которой остались рубцы на шее. Самое главное, что показатель стабилизированного ТГ ниже единицы составлял 65 и 68% в каждой, что доказывает теорию о том, что раковые клетки были удалены намного лучше, чем об этом упоминается в зарубежной литературе. Об этих отчетах сообщили несколько других агентств, включая меня, и если посмотреть на этот стимулированный ТГ уровней одного или ниже, 60-70% также показывают более 80%. Подобные результаты были представлены несколькими другими агентствами, включая меня. Уровень стимулированного тироглобулина, который составляет менее одного балла, говорит об эффективности до 60-70% и даже свыше 80%. Согласно недавней статье опубликованной больницы Сеульского национального университета, в результате сравнения двух методов операций эндоскопической и роботизированной было доказано эффективность удаления раковых клеток до 90% с помощью роботизированной операции. Ранние операции проводились только при наличии небольших раковых опухолей. Однако больница Сеульского национального университета в 2016 году опубликовала сравнение раковых опухолей размером более 2 см, а также сообщила о том, что операция на щитовидную железе по методу БАБА является достаточно эффективной. В настоящее время можно провести роботизированную операцию на щитовидной железе даже при увеличенных размерах щитовидной железы ввиду болезни Грейвса, что называется модифицированной радикальной шейной диссекцией. Если существует поперечная нагрузка, можно провести ту же операцию, не делая ни единого разреза. В 2018 году больница Сеульского национального университета сообщила о полноценном удалении раковых клеток у 50% с МРНД, принимая во внимание уровень стимулированного тиреоглобулина ниже единицы. Не так давно больница Сеульского национального университета опубликовала обзорную статью. На начальной стадии испытания большинство случаев относились к молодым пациентам и небольшим раковым опухолям, особенно к болезни Грейвса или при проведении МРНД. Но в последнее время показания расширились и появилась возможность выполнять операции при опухолях больших размеров, при МРНД или болезни Грейвса, в том числе и пожилым пациентам. В заключение кратко представлю информацию о научном обществе ИСАПЕС. Научное общество ИСАПЕС было создано до 2015 года группой врачей, которые проводили операции на щитовидной железе и в области эндокринологии, особенно с использованием роботов или эндоскопов по всему миру. С 11 по 12 июня 2021 года планируется онлайн симпозиум ИСАПЕС, на котором примут участие известные спикеры со всего мира. Приглашаю принять участие всем заинтересованным лицам. Позвольте подвести итоги. Роботизированная операция щитовидной железы БАБА может улучшить качество жизни пациентов с раком щитовидной железы, поскольку после нее не остаются рубцы на шее. Кроме того, результаты операции и наблюдений, а также различные мета-анализы доказывают безопасность операции. Также долгосрочные результаты показывают, что роботизированная операция по методу БАБА дает отличный результат и доступна для более широкого применения, при таких случаях, как МРНД и болезнь Грейвса. В данном вопросе очень важно сотрудничество на международном уровне, подобного обществу БАБА, проводимой в больнице Сеульского национального университета. Б ends Сеульс 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 университет Сеульс Сеульс